Здравствуйте, дорогие братья и сестры! На телеканале «Союз Церковный Календарь». Сегодня среда, на вечере Богоявления, то есть Крещенский Сочельник. 18 января по новому стилю или 5 по старому. Завершаются святки, и день сегодня особо постный, и совершается память. Пророка Михея, жившего в IX веке до Рождества Христова, священномученика Феопемпта, епископа Некомедийского и мученика Феоны Волхва, пострадавших в самом начале IV века, преподобной Синклетикии Александрийской IV века, преподобной Аполлинарии, подвижницы V века, преподобного Фастирия и преподобного Мины Синайского VI века, преподобного Григория Акритского, святого VIII-IX веков, мученика Иосифа Беспалова и с ним 37 мучеников, убитых в 1921 году, священномученика Сергия Лаврова-Пресвитера, мученицы Евгении Доможировой, мученика Матфея Гусева, преподобного Симеона Пскова-Печерского, представившегося в 1960 году. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, сегодня мы вспоминаем священномученика XX века. Будущий священномученик Сергий родился в 1872 году в селе Кулики Маршанского уезда Тамбовской губернии в семье священника Николая Лаврова. По окончании в 1893 году Тамбовской духовной семинарии Сергей Николаевич был назначен учителем в школу в деревне Васильевщина Маршанского уезда. В 1894 году он был рукоположен во священника ко храму в селе Вязовая вершина Лебедянского уезда, а в 1897 году был переведен в храм села Волхонщина Маршанского уезда, где прослужил 20 лет. С 1903 по 11 годы отец Сергий занимался строительством нового каменного храма в селе Волхонщина. В 1913 году за построение этого храма он был награжден орденом Святой Анны Третьей степени, и в 16-м году награжден наперстным крестом, в 17-м году переведен служить в Тамбовский кафедральный собор. В феврале 1917 года на епархиальном съезде духовенства отец Сергий был избран председателем Тамбовского свечного завода, но деятельность его в этой должности оказалась непродолжительной в связи с приходом к власти безбожников-большевиков. В 1920 году он был назначен священником Петропавловской церкви в городе Тамбове и избран членом епархиального совета. В этой должности он пробыл до 1921 года. Активная деятельность отца Сергия раздражала власти, и в мае 1923 года он был арестован по обвинению во взломе замков и краже церковных сосудов из храма. Обвинение, однако, не подтвердилось, и через две недели священник был освобожден. В 1925 году обновленцы предприняли ряд весьма яростных попыток изгнать православных из Тамбова и, в частности, захватить Петропавловскую церковь. Отец Сергий вместе с прихожанами отстояли храм от обновленцев, за что власти 19 августа арестовали священника и заключили в тюрьму в Тамбове, где он находился три с половиной месяца. 30 января 1926 года, когда отец Сергий вышел после всеночной из храма, на него было совершено нападение. Неизвестный нанес ему три удара финским ножом. Раны оказались опасны, и около двух месяцев священник был при смерти. После того, как здоровье его несколько поправилось, он вернулся к служению в храме и был возведен в Сан-Протоиере. В октябре 1927 года епископ Козловский Вессиан Пятницкий получил от заместителя местоблюстителя Патриаршего престола митрополита Сергия Острогородского распоряжение о поминовении его имени за богослужением, а также и о поминовении властей. Получив это распоряжение, он его скрыл, так как был хорошо осведомлен о настроении духовенства в епархии, которое знала митрополита Кирилла Смирнова и архиепископа Зиновия Дроздова и относилась к ним как к подвижникам и бескомпромиссным защитникам православия. При этом было известно всем, насколько критически они смотрели на распоряжение митрополита Сергия конца 20-х годов. Епископ Вессиан объявил о существовании указа только через год, в июле 1928 года. Церковный староста и многие прихожане Петропавловской церкви просили отца Сергия высказать свое суждение по этому поводу. На что отец Сергий сказал, «Раз такое поминовение внесло смуту и раскол в и без того мятежную жизнь, то мы, священники Петропавловской церкви, будем воздерживаться от его введения». Дальнейшее служение при таких воззрениях стало затруднительно, и отец Сергий ушел за штат. С этого времени он служил дома и в домах своих духовных детей, совершая по их просьбам требы, а также в храмах, где служили единомышленные с ним священники, каковых было немало тогда в городе Тамбове. Позиция митрополита Сергия им казалась бессмысленным приспособленчеством и угодничеством перед безбожной властью, ронявшим авторитет церкви и ее служителей в глазах паства и вносившим смуту в души верующих. В 1932 году ОГПУ приняло решение арестовать наиболее известных священнослужителей и авторитетных мирян в Тамбове, не согласных с позицией митрополита Сергия. И 20 июня 1932 года протеерии Сергий и некоторые другие священники были арестованы и заключены в городскую тюрьму. Через неделю отец Сергий был допрошен. Добившись разрешения изложить свои показания собственноручно, он написал, «По своей прямолинейности и известной честности я признаю себя виновным в излишних разговорах, но только не перед массой о советской власти. Но часто газетные сообщения дают более материала, чем допускал я. Активных же делом выступлений я никогда не делал, убытки государству не приносил, агитации перед толпой не вел, и пусть мои враги докажут очной ставкой подобную мою виновность». В составленном 22 ноября 1932 года обвинительном заключении следователь написал, что отец Сергий обвиняется в том, что вел систематическую антисоветскую агитацию, считая советскую власть незаконной властью, в своей агитации использовал религиозные предрассудки масс. 1 января 1933 года тройка ОГПУ приговорила протерея Сергия Лаврова к пяти годам ссылки в Северный край, куда он, однако, не был отправлен. Находясь в Тамбовской тюрьме, протерей Сергий тяжело заболел и скончался в тюремной больнице 18 января 1934 года. Святые священномученичи Сергия, моли Бога о нас. До новых встреч, дорогие телезрители! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok